День русского языка Традиция отмечать День русского языка существует уже более 10 лет. Не только в России, но и во всем мире этот праздник проводят 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этом году в честь 222-летия писателей в Грузии, Болгарии, Аргентине и других государствах прошли памятные мероприятия и пушкинские чтения. Дети из русского центра города Старозагора взложили цветы к памятнику поэта, а в Международный день русского языка в Пушкинском сквере в Тбилиси собрались представители дипломатических миссий и педагоги-русисты. К дню 6 июня и в Ближнем, и в Дальнем зарубежье наши партнеры проводят акции в изложении цветов к памятнику Александра Сергеевича Пушкина. Они действительно, наверное, во всех странах имеются. И проведение различных олимпиад, спектаклей, тетрализованных постановок. И поэтому вот в эти дни такое наше профессиональное сообщество, оно, конечно, оживляется. Это взаимные поздравления, приветствия, совместные мероприятия. Специально для тех, кто изучает русский язык как иностранный, Государственный институт русского языка каждый год проводит международный конкурс, который направлен на продвижение языка и отечественной культуры за рубежом. Всех участников этого проекта объединяет любовь к русскому слову, поэзии и творчеству. Несомненно, традиции есть. Одна из них – это конкурс «Что в имени тебе моем», когда иностранные студенты подают на этот конкурс свои творческие работы, и финалистов мы оглашаем в День русского языка. Кстати, лучшие иностранные студенты, которые обучаются в Институте Пушкина, в этот день на митинге, в таком гражданском митинге, на подпамятникам у Александра Сергеевича Пушкина, вместе с российской газетой проводят цикл мероприятий, выступают, читают стихи на русском языке. Одним из самых известных и масштабных мероприятий, которые проводят в преддверии Дня русского языка, считается Московский книжный фестиваль «Красная площадь». Однако в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие пришлось перенести. Познакомиться с лучшими литературными новинками и посетить яркий фестиваль можно будет в период с 17 по 20 июня. Имя Александра Пушкина нерушимо связано с историей русского языка. Имена этот поэт внес особый вклад в его развитие и культуру. В чем заключается наследие знаменитого писателя, узнаем в следующем сюжете. Его называют реформатором литературы и основоположником современного русского языка. Новаторство, которое принес в своих произведениях Александр Сергеевич Пушкин, действительно изменило отечественную культуру и закрепило новые литературные понятия, нормы и стили. Так день рождения Пушкина соотносится с эпохой становления русского литературного языка. Представьте себе, что в это время все светское общество говорило на французском языке. И еще в силе был старославянский или церковнославянский язык, он использовался в церковной службе. Ведь знаковые векторы, связанные с темой дружбы, с темой любви, долга, чести, понимания пророческой миссии, поэтического служения, они заложены были именно в творчестве Пушкина. Поэзия Пушкина впервые стала доступной и понятной каждому человеку. В стихах писателя отражалась легкая, живая и настоящая русская речь. Литературные критики того времени называли его первым поэтом-художником. Равняться на Пушкина хотели и известные классики русской литературы. Например, Иван Тургенев в своих воспоминаниях писал о том, как вместе со сверстниками буквально поклонялся творчеству поэта. Новые смыслы и главные ценности в произведениях Пушкина продолжают искать и сейчас. В преддверии дня рождения писателя свою новую книгу «Пушкин. Болдинские осени» представил Вячеслав Никонов, председатель правления фонда «Русский мир», доктор исторических наук. Тематический брифинг состоялся в пресс-центре «МИА. Россия. Сегодня». Пушкин – это и история, и политика, и геополитика. И более того, Пушкин – это один из столпов нашей российской цивилизации. Пушкин – создатель того литературного русского языка, на котором мы говорим с вами. Пушкин – это действительно в каком-то смысле наше всё. Пушкин и его понимание, и восприятие Пушкина – это то, что отличает нас от других. На Западе Пушкина не знают, и поэтому никогда не поймут нас и будут другими. В этом году в России отмечают 222-летие поэта. Наследие Александра Пушкина передают из поколения в поколение, а настоящие поклонники творчества знаменитого писателя ежегодно проводят фестивали и ставят спектакли по мотивам знаменитых пушкинских сказок и произведений. Ещё одна хорошая новость. Давние друзья и партнёры фонда «Русский мир» получили государственные награды за вклад в развитие отечественной культуры. Особое внимание заслужили руководители проекта «Романсиады» Галина Преображенская и режиссёр российско-французского детского театра «Апрелик» Лидия Дробич. Мы поздравляем Галину Сергеевну и Лидию Тиграновну и желаем новых творческих успехов. Международная космическая станция готовится к съёмкам художественного фильма. Впервые в мировой истории актёры будут работать на орбите. Подробнее о проекте узнаем в материале нашего партнёра телестудии «Роскосмоса». Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полёте для съёмок художественного фильма с рабочим названием «Вызов». Как следует из официального сообщения «Роскосмоса», по итогам медицинского и творческого отбора решено рекомендовать к назначению в основной экипаж актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко. Дублирующий экипаж – актрису Алену Мордовину и оператору Алексея Дудина. Мы совершаем такой большой поступок и очень хочется, чтобы... фильм крутой получился, чтобы у нас всё получилось, мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы там всё получилось, потому что вы же понимаете, что это всё в первый раз. С самого начала серьёзно относился, работал над идеей фильма, над сценарием, поэтому сейчас то, что это, так сказать, уже официально подтвердилось государственной медкомиссией, это прекрасный этап, который действительно уже обратный отсчёт, и чувствую ответственность на себе не просто полететь, а ещё сделать работу, снять фильм. Будет сложно, интересно, приключения, но мне так нравится. Съёмки пройдут на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на транспортном, пилотируемом корабле «Союз МС-19». Отдельно отмечено участие в проекте пилота Галины Каировой. Ей предложено продолжить отбор в отряд космонавтов. На профессиональной основе отмечается в сообщении пресс-службы Роскосмоса. По сути дела сегодняшнего дня мы отключаем обратный отсчёт. То есть взводим циклограмму. Начиная с 1 июня начинается интенсивная подготовка. Она включает в себя и лётную подготовку, и прыжки с парашютом, и работу на земле, и отработку нештатных ситуаций, которых может быть тысяча и одна. Не позднее 1 июня все отобранные кандидаты начнут специальную подготовку. Тренировки будут освещаться в эфире Первого канала. О своих семейных традициях рассказали российские актёры и музыканты. Знаменитые династии артистов поделились, как из поколения в поколение в их семьях передают любовь к творчеству и большой цене. Принято считать, что стать артистом можно лишь используя хорошие знакомства и большие связи в медиаиндустрии. Однако в любой профессии существуют свои династии и особая культура преемственности поколений. На сцене театра школы современной пьесы впервые выступили знаменитые семейные дуэты. Яркие творческие номера вместе представили юные таланты и их родители. Мы задумались о том, что очень много талантливых детей представляет собой, в общем, продолжают артистические династии. И мы решили, а почему бы такой не сделать проект интересный. И вот мы решили попробовать, и как нам кажется, оно получается. С настоящим вокальным ансамблем выступило семейство известной джазовой певицы, участницы шоу «Голос» Мариам Мирабовой. Достойные артистические данные, любовь к трудолюбию и творчеству воспитываются в детях и передаются каждому члену этой семьи. Знаете, я ни в коем случае не давлю на детей, не направляю их по своему усмотрению. Я всегда смотрю, к чему они тяготеют и где у них явно выражены действительно способности. Но музыка – это, конечно, в обязательном порядке. Например, Соня у меня прошла в музыкальную школу, но потом я увидела, что она действительно очень артистична. И мы пошли в театралку. Моя мечта с самого детства – это быть актрисой, то есть быть на сцене, быть свободной и быть собой. Концерт «Артистические династии» – это не только возможность заявить и рассказать о своих главных семейных ценностях, но также попытка объединить детей и их родителей в сложную современную эпоху цифровизации. Может быть, самая большая ценность, когда в мире пандемия, когда в мире страшное напряжение и политическое, и экономическое, и всякое другое. Вот прекрасно, когда есть бабушки, дедушки, мамы, папы, внуки, то есть когда есть семья. А когда семья еще и творческая, когда могут выйти, как вы видели, три трубы, или когда мама у фортепиано, папа у контрабаса, чем папа – это контрабас Большого театра. И вот то, что происходит сейчас на сцене, мне очень нравится. Полина Прокопенко, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в следующем информационном выпуске. До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова